На этом уроке будет масса совершенно неожиданных вещей, которые в большом мире, в мире макро-тела, в общем не встречаются. Четвертый элемент называется бериллий, обозначается двумя руковками. Бе. Бериллис. Опишите ядро бериллия. Здесь четырех протонов, четырех нейтронов. Да, масса. А массаж будет? Восемь. Словно. Так. Так, где Уля? Электронные оболочки. А на первой экране будет два электрона, на второй экране будет два электрона. Словно. Словно. Пока вроде все соответствует тому, что мы знаем. А теперь начнем с фокуса. Пятый элемент. Сколько у него должно быть, как у него ядро должно быть организованное? Из-за этих протонов. Пять протонов, пять нейтронов. Словно. Пока все верно. Ребят, мне надоело рисовать эти кружочки. Вы понимаете, сколько их будет дальше? С доски не будет. Поэтому давайте будем просто записывать. Пять протонов, пять нейтронов. Электронов-то сколько у него должно быть? Пять. Пять. А мы пока четыре только разместили. Вопрос. Где будем пятый ставить? А, третий. Ага. Третий орбит. Такой уж шарик, только больше в диаметре. Нет. Можно. Можно в другую орбиту сделать. Еще больше. Диагональ, по-моему. Так вот, ребят, дело в том, что, начиная с второго уровня, электроны могут ходить не только по правильной сфере вокруг ядра, а их орбита может иметь значительно более сложную форму. Эти электроны ровно такой же энергии, как те, которые сидят на вот этой внешней орбите. Простые сферические орбиты называют S-орбитали. Третий электрон пробует встать на внешний S-слой. Он там удержится или его вытолкнут? Вытолкнут. Его вытолкнут. Второй слой уже занят. Отлично. Его вытолкнули. Ушел. Но ядро его притягивает. Да. В ядре вьющий протон. Поэтому выскочишь подсюда. Электрон. Опа. Пройдет вот так. Совсем рядышком мимо ядра. И уйдет. Здесь он не удержится. Его отсюда вывлезет. Так? Далеко ли он удержит? Нет. 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 Электрон там притягивает. Развернулся. Пошел обратно. Вот такая восьмерка. Облако такой формы будет называться фи-облако. Пи-облако. Объемная восьмерка. Энергия вот этого пи-электрона точно такая же, как у 2с-электрона. Он с той же ступеньки цирка. Это та же самая казах. С той же самой энергией. Следующий элемент. Добавляем один протон в ядро, один нейтрон в ядро. Еще один электрон надо добавить в молочек? Да. Надо. Кстати, а как этот элемент называется? Пятый элемент – БОФ. Обозначается буквой БАЬ. Нет, там БЕЛИН написано. БЕЛИН. Как называется? БОФ. Б Большое. БОФ. Ладно. Вот электронная оболочка БОРа. Отлично. Дальше шестой. Вот про шестой. Про БОР вы, может быть, слышали, хотя вредно. А вот про шестой, наверное, слышали наверняка. УГЛИРОД. Как обозначается? С. Значил С. УГЛИРОД. Вопрос. Сколько электронов на орбите углерода? Дверь. Шестой. Совершенно. Четыре на ПС-орбиталях. Так? И два на П. И два на П. Но срабатывает интересное правило. Оказывается, электрону проще образовать собственную П-орбиталь, чем занять вот это место на партнере. Вот на этой орбитале, на самом-то деле, может, сколько электронов находиться на П-облаке? Так, где? Почему? Нет, два с разной спиной. Два с разной спиной. Но доказывается, что электрону проще не сразу заполнить недостающие места, а образовать новое П-облако. Только скажите, пожалуйста, в области старого П-облака какой заряд будет? Какой заряд минус? Там же электрон. Это понятно? У нового П-облака какой заряд будет? Что сделают облака, вот эти, П-облака друг с другом? Оттолкнуться. Оттолкнуться к вопросу, какое место в пространстве займут и облака? Предпределение от другого. Конечно, вот так, как на и предплечье, под прямым углом. Но при этом электрон, ведь, на самом деле, носит со своей скоростью под действием силы, притяжения, отталкивания, и тому подобное. Может ли его случайно, вот электрон вот здесь, так? Может ли его случайно занести вот сюда, вот в этот тоже? Да. Может. Что немедленно будет с формой П-облака? Посмотрите, они сблизились. Вот эта часть П-облаков сблизилась. Она, наверное, отталкивается. Что в этом месте, вот в этом секторе, произойдет с Х-облаками? Столкновение. Не столкновение. Заление. Какой заряд про электрон? Минусовой, они попутали. Ага, вот что сделают П-облака. Они пошли отталкиваться. Хорошо. Прошли мимо перпендикуляра. И излишне сблизились вот здесь. Что сделают? А ты опять заснулся. В результате. Теперь облака вот так покачиваются. Вокруг точки равновесия. Пожалуйста, не думайте, что атом – это жесткая конструкция, где все прибито гвоздями. Из этого нельзя понять очень многие свойства вещества. Если не учитывать, что облака на самом деле мобильны. Хорошо. Итак, провели второе пиоблако под прямым углом к первому. Ясно. Теперь у нас здесь летает один электрон розовый, а здесь летает вот этот электрон розовый, а здесь летает один электрон розовый. Следующий элемент. За углеродом элемент, который вы тоже знаете – азот. Химический знак азота – N. Не, нет, не N2. Что такое N2, это мы разберемся позже. Химический знак азота – N. Ну, с ядром все более-менее понятно. Вопрос. Как изменится электронное облако в азоте? Он еще раз появился, еще плюс 2 пиоблака. Еще один электрон надо ставить? Да. Ага. Скажите, а какое положение в пространстве займет еще одно пиоблако? Ну, будет. Чтобы международное состояние было равным. А как это сделать? Ну, будем смотреть. Абсолютно право. Скажите, пожалуйста, будем считать, что ядрол занимает исчезающую малую часть пространства, что это точка. Понятно, что пиоблака, оси пиоблаков проходят сквозь эту точку. Вопрос. Сколько взаимоперпендикулярных отрезков можно провести через одну точку? В пространстве. Не на плоскости, а в пространстве. В объеме. Бесконечный. Бесконечный? Шесть. Шесть. Классно. Смотрите на угол комнаты. Скажите, пожалуйста, вот эта стена и вот эта стена под каким углом друг к другу? 90. 90. Это стена и потолок под каким углом друг к другу? Понятно, что все три плоскости, которые сошлись в умской точке, взаимно перпендикулярны. Вопрос. Можно ли еще одну стену провести так, чтобы она была под прямым углом ко всем остальным? Нет. Нет. Только три плоскости. Можно еще одну. Как? А она пройдет, если она впереди, сквозь эту точку, она пройдет? Нет, нет. Я говорю, что ватра, я же сейчас не знаю. Да. А третье пиоблако будет торчать вот так. Электрон будет улетать в класс, потом прошибать доску и уходить туда, за стенку. Потом возвращаться, опять улетать в класс и вот туда. То есть у нас вот направление оси третьего пиоблака. Скажите, под каким углом оно к пиоблаку номер один? 50 градусов. 90 градусов. К пиоблаку номер два? 90 градусов. Условие выполнено. Все три пиоблака взаимно перпендикулярны. Вопрос. А можно ли четвертая туда засунуть? Нельзя. Нет. Нельзя. Не выйдет. Да, ну вот, на два электрона еще на пиоблаках. Ох, гениально. И дальше. Кислород. Три возможные пиоблака образованы. Так. Из кислорода пошло добавление парных электронов на пиоблаках. Добавили еще один парный электрон. Вот сюда. Сможет ли эта пиоблака включить еще один электрон? Нет. Нет, больше двух не бывает. Отлично. Зафтриховали. Кстати, третий пиоблако обычно рисуют. Ну, все-таки, чертежитые схемы на плоскости делаются. Так, как третий нарисовать. А третий рисует вот так. Считается, что вот эта его часть выступает в класс, а вот эта, наоборот, провалилась туда. Желтая, это третий пиоблако. Розовая, может ли принять еще электрон? Нет. Нет. Желтая? Можно. Может голубая? Можно. Можно. Отлично. Хорошо. А теперь, если мы заполним желтую и голубую округу, вот эта конструкция дальше электронов может принимать? Мы берем следующий атом по сложности, у него заполнение желтого облака. Так? Да. И следующее заполнение голубого облака. Да. После этого сможет ли эта конструкция принимать новые электроны? Если есть еще один и так глаза, то сможет. Нет. Следующий уже. Вот, помните модель КАЗГАР? Что с энергией электронов для более тяжелых атомов? Надо сделать. Все электроны на пи облаках имеют разную энергию или одинаковую? Одинаковую. Все электроны на пи облаках имеют одинаковую энергию. Они с одного уровня. Так? А вот, начиная с элемента, идущего за неоном, с одиннадцатого элемента, так, уже строится вот так, держащий S уровень. Это новый электрон с более высокой энергией. И потом мы начинаем строиться новые пи облака, а потом еще эфо облака. Облака еще более сложные конструкции. Дальше. Но мы с вами ограничимся кислородом. Нам за кислород ходить не надо. Для начала нам этого вполне хватит. И сразу надо сделать несколько замечаний. Во-первых, все наши расчеты касаются только идеального случая. Справочник. И посмотрите, какая атомная масса у кислорода, допустим, или углерода, или у бериллия, вы получите несоответствие. Если считать просто количество протонов и нейтронов, а в справочнике, о которых написано, совершенно другой экспорт. В чем дело? А дело вот в чем. Химические свойства веществ совершенно не зависят от ядер. Химические свойства полностью зависят от электронных оболочек. Так? Хорошо. Поэтому элемент считается, допустим, водородом, если у него сколько электронов? Один. Один электрон на оболочке, все, точка, это водород. А теперь подумаем. А обязательно ли атом водорода устроен именно так, как мы его описывали? Протон, а вокруг бегает электрон. А какая-нибудь еще конструкция, никому в голову не приходит? Нет. Протон с нейтроном. Конечно. Что мешает? Нейтрон, какой заряд? Нейтральный, будет можно сколько угодно прицепить. Нет, сколько угодно не выйдет, рванет. Причем будет ядерная реакция, и никому мало не покажется. Ядра, у которых очень сильно нарушено соотношение между количеством протонов и нейтронов, становятся неустойчивыми. Сами по себе разваливаются. И вот при этом развалий, выброс энергии чудовищный. Часть массы прямо переходит в энергию. Для того, чтобы вы представили себе, какие города на нашей планете первые были подвержены ядерным бомбардировкам. Сиросима и Нагасаки. Два японских города, совершенно верно. Но как положено, какая масса ядерного заряда реально вступила в реакцию при взрыве сиросима, который унес с собой буквально десятки тысяч жизней вот сразу на месте. Уж не говоря про ядерное заражение. Мегатонна, так что за единица? Мегатонна, это миллион тонн взрывчатого вещества, которые называются толп, тротил. Ну, надо сказать, что хиросимская бомба до мегатонны не дотягивала. Ее мощность взрыва мерилась на килотонны, на тысяч тонн. Так вот, рвануло, как несколько тысяч тонн тротила. Толп очень мощная взрывчатка. Во Второй мировой войне именно полным начинялись авиационные бомбы, которые разносили домой. Но ни одна бомба, представьте себе, бомбу весом в тысячу тонн невозможна. Чем вы ее поднимать будете? Интересно, если бы у этого ядерного заряда было бы, например, один килограмм. Понимаете, в чем дело? Реально там, конечно, ядерные взрывчатки было намного больше. Только во время ядерной реакции температура в центре реакции повышается до нескольких миллионов градусов. И такое возрастание температуры происходит за минимальную долю секунды. Для тех, кто дружит с математикой, очень простая формула, позволяющая рассчитать выделение энергии при полном превращении массы в энергию. Бомбула это выведено знаменитейшим физиком 20 века, Альбертом Эйнштейном. Прошу любить и жаловать. Сейчас глянем наверняка среди мировых. Е равно МС квадрат. И еще, вон это самое последнее. Е равно МС квадрат, где Е это энергия, М это массовый шварь, который в данном случае используется. А С квадрат это просто коэффициент, на котором умножается масса. А теперь давайте вспомнить, что в физике обозначается буквой С. Скорость света. Ага, скорость света. 300 тысяч километров в секунду. Возведенная квадрат. Вы понимаете, какое значение у него получается? Какой гигантский коэффициент. Поэтому даже малая часть массы при полном переходе в энергию дает чудовищное количество энергии. Ну, надо сказать, что такого перехода ни при одной химической реакции не бывает категорически никогда. Поэтому, если вы считаете, что съеденный вами завтрак в вашем теле превращается в энергию, то вы слегка не правы. Представьте себе, что было бы с Керченским полуостровом, если бы в вашем теле в энергию превратилась куриная ножка, которую вы съели за обеду. 100 грамм. Завал. Получили бы отдельно Крым, отдельно небольшой остров, и где-то там же горизонтом как раз. Так полного перехода от массы в энергию в химических процессах не бывает никогда. Откуда берется энергия химических процессов, это отдельно. Запомни, неверно считать, что в химических реакциях вещество превращается в энергию. Такого не бывает. Как мы сказали, что бывает, если сильно нарушить соотношение нейтронов и протонов в ядре. Водород. Но обычный водород, у него в ядре только один протончик. И, соответственно, атомная масса какая у самого обычного водорода? Один. Единица. Так. Хорошо. А теперь, а возможно, вот какой водород вполне встречается в природе, у него ядро как построено из одной элементарной частицы или нет? Из двух. Из двух. Электронов сколько у такого ядра выклетает? Один. То есть разного один, протон-то один. А вот атомная масса чем будет равна? Двум. Двум. По химическим свойствам эти два вещества неотличимы совершенно. То есть синические свойства этих атомов и этих абсолютно неотличимы. Вот такие вещества, атомы которых отличаются по количеству нейтронов, будут называться изотопами. Два изотопа для водорода. На самом деле известен еще третий изотоп. Третий изотоп вот так. Вот его ядро. Атомная масса третьего изотопа? Тройка. Сверхтяжелый водород. Химические свойства ровно такие же, как у этого. Он в три раза тяжелее. Отлично. Вот теперь название этих изотопов для водорода. Самый обычный водород, его больше всего. Вот если взять баллон газа водорода и посмотреть, какое количество атомов относится к этому типу. Больше всего будет именно таких. Называться такой изотоп будет против. Второй будет называться дейтерий. А сверхтяжелый будет называться третий. Итак, водород в нашем мире встречается в форме трех разных изотопов. Прежде чем больше всего против, дейтерия во много-много раз меньше, третий еще меньше. Я говорил, что изотопы бывают устойчивые и неустойчивые. Дейтерий сам по себе устойчивый, третий неустойчивый. Сомбрализвольно разворачивается. Теперь давайте подумаем. Вы взяли пробу порции водорода, ну, вы именно уходите в мусорской реакции, и стали определять его атомный вес. Получите ли вы точные единицы? Нет. А значение окажется больше единицы или меньше единицы? Больше. Больше. Немножко больше. Поэтому значение атомных весов, реальное значение атомных весов, различных элементов, определяется соотношением их изотопов в окружающем нас мире. Поэтому реальная атомная масса никогда не изображается целым числом. Там всегда будет какая-нибудь десятичная дробь достаточно сложная. Так? И иногда отличие от расчетных величин достаточно длиннее.